Добрый вечер дорогие друзья! 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 И вот он гол у нас! Друзья в воротах великолепных хромцов таки добивается своего потрясающего прорвав оборону по соперничеству с ними в легких перекидках мяча между ног. Вот кстати каково это команде с точки зрения психологии понимать что ты уже сделал все что можешь но сейчас вот все зависит от соперника? Ну я не знаю как ребятам но мне просто я просто завтра займусь своими делами вечером узнаю результат и если выиграет команда Динамо ну здорово если нет ну ничего страшного в принципе. И это гол друзья! Друзья это снова гол и это снова хромцов! Вот это парень! Вот это что он сегодня творит вышедший впереди Матвей хромцов делает дубль 22 номер у него еще как подтверждение идет удар поворотом. Такое поражение перед стартом плей-офф не ударит по команде морально никак? Да нет мы же понимаем что у нас пол состава не было да основных игроков то есть мы это прекрасно понимаем в турнирной таблице для нас эта игра ничего не решала мы решали свои задачи да какие то опять же я говорю ребятам давали возможность сыграть получить эту игровую практику она важна в будущем будет возможно даже не в этом году а в следующем эта игра им пойдет в плюс зачет поэтому я думаю точно никому она не ударит все будет хорошо. Рудичев снова отчаянно перехватывает перехватывает у опытного Киселева находит на правом фланге все того же хромцова дальше передача на липина зрячая невероятно липин раз на раз Мирошниченко удар пас не знаю что об этом говорить но это гол друзья теперь и звык записывает на свой счет у нас 35 минуте 3-0 впереди темп. Привет что случилось со снежным барсом пропустили вот так вот три мяча но как будто вот уже все отдали весь матч и по первому тайму именно так и кажется. Ну просто много потерь надо убрать брак в период чужой штрафной повнимательнее чувствую себя на контратаке. Не скажешь ли ты что раз уже снежный барс вышел в плей-офф именно поэтому вот так сейчас складывается игра? Нет мы в любом случае играем за победу так что это не от этого. Удачи во втором тайме. Привет. Несколько шикарных сэйв в твоем исполнении как ты можешь описать первый тайм своей команды? Да какие сэйвы-то меня бьют не отвернулся. Да как описать игру? Вышли побеждать другого выхода нет. Хорошо что команда Динамо на сборы съездила в Омск поиграть в турнир дали нам шансик выиграть теперь поэтому надо не упустить. Сейчас ведете 3-0 на второй тайм также будете заряжены или все-таки уже можно сушить игру? Да не сушить игру не будем пришли же поиграть в футбол. Тем более от нас ничего не зависит то есть нам нужно выиграть а дальше уже будут решать другие команды. Поэтому выйдем сейчас играть для себя поэтому так поиграем. Удачи во втором тайме. Иван Евгеньевич давайте тогда про большой темп уже проговорим который готовится сейчас к ФК. Когда команда возобновляет свои полные тренировки и есть ли какие-то обновления в составе? Возобновляет 21 марта 19 финал по моему в Лиге Бро и через два дня уже начнутся двухнедельные сборы. Будет приглашено 25-27 человек. В принципе процентов на 90 состав сформирован и есть и новички и есть тот кто не будет в той команде которая в прошлом году. Ну это нормальная вещь то есть от сезона к сезону команда меняется приходят новички кто-то уходит поэтому 21 марта выходим и 7 месяцев будем бок о бок о работать дальше. А можете по фамилиям пока сориентировать или пока не нужно кто будет из новичков кто будет просматриваться как минимум? Ну ребята в основном просматриваться будут молодежь кто именно конкретно наверное не буду говорить потому что с некоторыми еще не договорились кто-то еще думает поэтому пока не буду говорить. Начало сезона у темпа уже известно когда будет когда первые игры и с кем где? Ну 31 марта будет объявлено расписание КФК но я думаю как обычно стартанем в начале апреля поэтому начало турнир фамищева потом старт чемпионата. Знаю только что вроде будет интересен много чемпионат будет два круга и 14 либо 15 команд это будет круто намного больше игр как раньше это проводился интересный турнир поэтому его намного тяжелее будет выиграть чем в прошлом году. Скидка хорошая на удар и Иванов забивает гол Снежный Барс сокращает разрыв счете видимо сейчас я слишком рано начал об этом говорить говорить о том что Снежный Барс не слишком готов а вот пожалуйста они откуда ни возьмись появляются с такими моментами очень классно Исаев обыграл своих соперников нашел Иванова и тот. Что касается предстоящего плей-офф все ли игроки успеют восстановиться от травм или все таки придется начать плей-офф без кого-то? Ну пока я думаю что все надеюсь единственное что хотели мы усилиться центральным защитником к сожалению не получилось это такая проблема у нас ну будем исходить из того что есть ну вот так сложилось. Какой из соперников в плей-офф был бы наиболее удобным который был бы наиболее тяжелый? Ой сложно на самом деле сказать сложно ну я если честно я считаю все таки команду Алтай фаворитом турнира поэтому ну наверное с Барселоной бы хотелось бы сыграть в плей-офф мне кажется Алтай это более такая прям и длинная скамейка у команды и стабильная игру показывает на протяжении всего турнира то есть я думаю что они прям фавориты. Ваше участие в Кубке России пусть оно еще пока далеко-далеко где-то находится но все равно как-то по-особенному будете готовить свою команду к выходу вот на такой этап? Ну я думаю даже готовить не надо будет мы подготовимся к обычным чемпионату чтобы ребята были готовы физически хватило их на весь сезон а как подойдет время этой игры я думаю мотивация будет запредельной я в принципе готовить их никак не надо наверное Наверное от меня то что требуется это подготовить их в эмоциональном плане немножко завести немножко поговорить с некоторыми людьми поэтому завести я могу и особенно к решающим играм поэтому я думаю с настроем проблем не будет Не так давно вы говорили что команда Снежный Барс будет другой в серии плов я не буду спрашивать какой есть ли план потому как сделать ее другой и он уже реализовывается? Ну отчасти на 50 процентов он реализовывается на 50 процентов он не реализуется ну то есть того мы хотели заявить центрального защитника Антона Петухова который в прошлом году за нас играл он был травмирован к сожалению произошел рецидив травмы это очень печально потому что мы очень надеялись на него у нас большая проблема в центральной зоне я уже говорю об этом открыто все это знают понимают и мы хотели чтобы он нам помог усилил ну это было бы однозначно усиление но к сожалению рецидив травмы у нас считанные секунды остались до завершения игры и вот Гаврилюк дает сигнал все Динамо М заканчивает свое выступление в Лиге Бро завтрашним матчем который будет последним в нашем регулярном чемпионате а темп все еще претендует на то чтобы оказаться в числе игроков в плей-офф посмотрим как пройдет игра Заря ФБ в Динамо М Субтитры делал DimaTorzok